Чудотворная Горбаневская икона Сложенная близ Полтавы, которая получила название Горбаневка. По историческим сведениям, явление Горбаневской иконы относится к первой половине XVIII столетия. В то время село Горбаневка было не заселено и окружено лесом. В этой местности жил только казак Горбань. Однажды он косил на своей пасеке траву, и вдруг коса его переломилась. Наклонившись к траве, он увидел икону Пресвятой Богородицы и тут же заметил, что конец косы ранил лик Божьей Матери под правым глазом, из которого покатилась слеза. С благоговейным трепетом Горбань отнес икону в свой дом и заявил о случившемся духовному начальству. Вскоре усердием благочестивых людей на месте явления иконы был выстроен деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы, в котором была поставлена найдена икона, а в 1818 году был отстроен каменный храм. Икона, написанная на железном листке, украшена серебряно-позолоченной ризой и драгоценными камнями. Начиная с 1850 года, ежегодно 30 июня Горбаневская икона в сопровождении многотысячной толпы богомольцев переносилась в Полтаву на пять верст расстояния от Горбаневки и оставалась в Успенском соборе 40 дней до 10 августа. Потом таким же крестным ходом переносилась обратно в Горбаневку. В 30-х годах XX века Горбаневский храм был стерт с лица земли, и крестные ходы стали совершаться в пределах города Полтавы, затем икону пришлось укрывать. После войны образ находился сначала в Макариевской церкви, а с 1949 по 1962 год в Спасо-Преображенском соборе. После разрушения собора в 1962 году чудотворный образ был перенесен в Свято-Макариевский кафедральный собор города Полтавы, где пребывает и поныне. Каждую пятницу вечером перед иконой, которую называют «Заступницей и похвалой земли нашей Полтавской», поется Акафист. Помимо официального дня празднования, занесенного в месяц и слов 13 июля, существует также день местночтимого празднования Горбаневской иконы 29 сентября по старому стилю.